друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик обязательно подпишитесь потому что у меня очень много вкусных рецептов в том числе и новогодних как видите я уже украсила свою кухню но сегодня у нас будет не совсем праздничный рецепт точнее этот рецепт можно приготовить и на праздничный стол и просто так потому что это пирог с грушами самый главный ингредиент у нас сыр рикотта нам понадобится примерно 200 грамм яйца 4 штуки груши примерно 3-4 штуки 100 грамм сахара 1 чайная ложка разрыхлителя примерно 180 грамм муки и сливочное масло примерно 120 грамм и сначала нам нужно нарезать груши на дольки здесь кожуру груш можно не снимать если у вас груши с тонкой кожурой если кожура слишком толстая то конечно лучше очистить груши нарезали теперь берем форму для запекания у меня силиконовая кладем туда немножко сливочного масла масло нужно отрезать примерно 20 грамм и потом поделить это на маленькие кусочки теперь насыпаем сюда же форму примерно одну столовую ложку сахара распределяем сахар вот так вот и теперь сюда же форму мы выкладываем грушу класть можно слегка внахлёст чтобы закрыть вот эти вот все дырочки примерно должно получиться вот так ну что груши подготовили теперь займемся тестом берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца яйцам насыпаем сахар и слегка взбалтываем их венчиком или миксером теперь добавляем к яйцам сливочное масло сливочное масло должно быть комнатной температуры то есть оно должно быть мягкое мы добавляем примерно по одной столовой ложке и каждый раз хорошенько вымешиваем тесто иначе яйца могут свернуться теперь сюда же отправляем сыр рикотта и хорошо перемешиваем тесто уже мне кажется очень вкусным потому что там нежное рикотта сливочное масло и сахар и теперь на последнем этапе мы добавляем муку вместе с разрыхлителем и я буду это просеивать через вот такой вот хитто теперь это все перемешиваем и наше тесто готово вот такое нежное тесто у нас получилось и теперь мы это тесто выкладываем сверху груши и разравниваем лопаточкой ставим наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 45 минут вот такой пирог у нас получился мы с вами достаем его из духовки и даем немножко остыть форме ну примерно минут 40 наш пирог немножко остыл теперь мы лопаточкой вот так вот проходимся по краям чтобы ничего не прилипло теперь вот так вот кладем на форму тарелку и аккуратно переворачиваем вроде получилось поднимаем форму и красота какая ну что друзья наш пирог готов если честно я такой пирог уже делала поэтому я знаю насколько он вкусный но сейчас мы все равно с вами вместе его попробуем идеальный грушевый рекордник он такой в меру влажный сочный легкой кислинкой в меру сладкий просто мне кажется это идеальный грушевый пирог который только может быть обязательно его приготовьте пока груши еще не закончились если рецепт пирога вам понравился обязательно поставьте лайк ну а еще лучше напишите комментарий подписывайтесь на мой канал будем готовить очень много вкусной выпечки подписывайтесь на мой канал